Привет, друзья, я Григорий Герман. События в Курской области с точки зрения государственной безопасности. Почему КТО, а не любая другая форма реакции государства российского на вторжение на свою территорию? Почему ФСБ, почему Бортников, почему Дюмин в конце концов? Чем это отличается от антитеррористической операции, которая проводилась в Украине в 2014 году? С 2014 года и пока не была переформатирована в формат операции объединенных сил. Действительно ли Путин будет торговаться и можно ли будет обменять Курскую область на Херсонскую область, оккупированную территорию Херсонской области и Запорожской области? Эти и многие другие вопросы мы обсудили с Иваном Ступаком. Оставайтесь, будет интересно. Вопрос к тебе, как к специалисту по государственной безопасности. Почему КТО, почему не какая-то другая форма реакции государства на, по сути, открытое вторжение на свою территорию? Почему вдруг? Поясню. КТО. Режим контртеррористической операции. Это такой правовой режим, который вводится в Российской Федерации в случае какого-то кипиша, что-то связанное с чем-то серьезным, с оружием. Просто чрезвычайная ситуация, что-то вот такое вот тяжелое. Итак, почему КТО все-таки? Что такое КТО? Эта контртеррористическая операция вводится приказом, внимание, если это одна область, это приказ начальника управления Федеральной службы безопасности по какой-то области, в рамках этой области вводится. Если это несколько областей, то вводится приказом директора ФСБ Бортникова. Ого, окей, принимается. Формируется специальный штаб. Штаб под руководством ФСБ. Ага, ФСБшники. А кто подчинение у них сразу же в этом штабе? Военные, менты, полиция, наркоконтроль, Росгвардия. Все силовики, все, кто могут взять оружие, автоматически становятся подчиненными в этом регионе Федеральной службы безопасности. Почему Путин придумал такое решение? Во-первых, как-то упорядочить ситуацию, то есть там вроде как и мир, и не мир, вроде как и война, и не война, но решили как этого сделать. Попытка передать, или попытка сделать так, чтобы эффективные менеджеры из числа сотрудников ФСБ смогли разрулить эту ситуацию быстренько, вот там, money, money, бизнес, бизнес, все разрулить, всеми руководить, потому что мы видели, как Путин смотрит на Валерия Герасимова, полиционно все читалось на этом докладе. Видно, что не доверяют военным, поэтому было принято решение, пусть товарищи офицеры из контрразведки займутся этим вопросом, все урегулируют, все будут нести ответственность на себе. Ну и плюс, забегая наперед, для того, чтобы проконтролировать сотрудников ФСБ, было принято решение отправить туда специального человечка, который будет следить, смотреть, докладывать, передавать указания сверху вниз и рапорты снизу вверх в виде такого себе Алексея Дюмина, бывшего охранника Владимира Путина, личного охранника. Не просто на воротах стоял, а тело-хранитель с пружинкой в ушке, работал в Минобороне потом, работал и губернатор Тульской области, последняя должность помощника президента Путина. После последней вот этой вот расстановки, по-моему, это было весной. То есть вот такая конструкция есть. Насколько я понимаю, эта конструкция, конструкция КТО, это та же конструкция, но так как ты ее описал, которую в 2014 году использовала Украина, начав АТО, антитеррористическую операцию. Но потом Украина перешла к формату ООС, то есть операции объединенных сил. Существует ли подобный аналог в Российской Федерации операции объединенных сил и почему он не был задействован? Ну смотри, единственное, что я не всталкивался еще. Может где-то в аналог законодательства российского лежит что-то там спрятано, какой-то такой режим. Но искренне скажу, я не встречал в открытом доступе вообще обговаривания, давайте ему что-то еще другое введем. То есть по моему убеждению, это попытка отдать эффективным менеджерам возможность быстренько закончить эту войну, потому что военные они тупые, они еще что-то. А вот есть товарищи офицеры, придет товарищ полковник, скажет, вот это сделают, да не делают, все там локализовали. То есть я думаю, это больше чисто с прагматических целей, а кому доверить? Только тем, с кем ты пришел в эту власть. Вот опять же таки, разговаривая с тобой, я продолжаю рассуждать и понимаю, что у нас в АТО, даже когда она называлась АТО и когда это был именно этот правовой режим проведения операций, все равно командовала армия. Командовали вооруженные силы Украины. Нет, сколько я знаю, там бы все-таки были сотрудники СБУ, там был антитеррористический центр, вот этим всем занимался. Но, судя по всему, с моментом, с увеличением, с интенсивностью боевых действий. Если бы это просто были какие-то там отдельные группки сепаратистов, то, конечно, СБУ там бы всем управляла. Но поскольку появились системы залпового огня, появилась там какая-то авиация, система противовоздушной обороны, понятно, что военные стали доминировать, но до юра оставались, конечно, сотрудники СБУ. Потом уже операции объединенных сил, и военные уже вступили в свои права, потому что, ну еще раз, сотрудники украинской контрразведки не понимают форму, методы использования, как вместе ПВО, здесь вот самолет, это не чекистская история, не контрразведывательная история. Или контрразведывательная, это вот там группка какие-то сепаратистов, вот они на бусике, тут их нужно деблокировать, деблокировать, тут БТРом пробили. То есть что-то маленькое, локальное, но большое это только военное. Ну плюс, понимаешь, вот мне, я почему так пытаюсь во всем этом деле разобраться, потому что у нас это все достаточно четко и быстро стало понятно. Когда, как ты только что сам сказал, когда стало понятно, что мы не имеем дело с регулярными частями Российской Федерации, которые маскируются, а иногда и не маскировались, а просто тупо заходили и воевали на территории Украины, первую скрипку абсолютно четко начали играть в АТО военные. ФБУ принимало участие, возглавляло, но на первом, на первоначальном этапе, как говорит, шлабый гастроизм. У них там изначально понятно, что это... Не Легион Свобода России, это не другие российские, скажем так, вооруженные оппозиционеры, не РДК, не батальон Сибирь, или как это нам называется, это вооруженные силы Украины. Как ты сказал, с РСЗО, с танками, с шашками, с бурками, с идти, ну иди сюда, вошли на территорию Российской Федерации. Но все равно командует ФСБ. Окей, ну логика какая была. Кому доверить эту операцию? Военные, во-первых, не справились с этим, военные проморгали. Вернее как, я уверен, что российские военные видели четко нашу подготовку, потому что 21 век, ты не сможешь спрятать что-то больше, чем танк, чтобы этот противник не заметил. То есть танки, люди. Единственный вопрос, что Российская Федерация неправильно оценивала. То есть они это все видели, они видели, что люди, люди, техника, но они санитировались для чего. То есть ввели в заблуждение, обманули, это нужно признать, это было. Так же самое, как нас обманули в 22 году. И мы, вернее, недооценили. Вспомню, пожалуйста, сколько техники было. Ну реально хотелось верить, что ну не решаться. Но оказалось, ну 21 век, все можно договориться, все там пугнуть, там хвостом махнуть. Они рискнули. Мы рискнули здесь точно так же. Курская область, военные не справились с Российской Федерацией вместе с пограничниками, теми силами, которые у них были. Неделю Путин, так понимаю, там думал туда-сюда, туда-сюда, и принял решение. Все, ФСБшники руководят этой операцией. Если мы представим ситуацию по-другому, что военным передать, то есть получается военные возьмут этих ФСБшников под свое управление. То есть военные получат приоритет, а если военные вдруг развернутся против Путина, а вдруг там как-то будет не по плану. То есть я думаю, он со своей колокольни, с Кремля, он смотрит очень с точки зрения, а что это даст ему, и не произведет ли это, там, не знаю, в смене режима. Я думаю, вот так кто мыслит. Хорошо, а как по твоей оценке, можно ли сказать, что ФСБ в том числе проспала, пролюбила подготовку к нашему наступлению на Курском направлении и то, как оно шло? Ну и в принципе, да, ФСБ имеет к этому какое-то отношение? По идее же то, что происходит в приграничной полосе, входит в зону действия пограничников, пограничники части ФСБ. Абсолютно верно. Общая численность сотрудников ФСБ по 200 тысяч человек, это всех. 100 тысяч из них это опера, ну вот, которые занимаются контрразведкой, понятно, там гражданские персоналы есть, и ориентируешься на 100 тысяч, это которые пограничники. Пограничники, но на всю-всю территорию необъятной длинной Российской Федерации, 17 миллионов квадратных километров. Да, пограничная служба, она обязана не просто на пункте контроля, там посмотреть, досмотреть, а ещё имеет разведывательные функции. Вот как наша сторона имеет возможность заглядывать порядка 40-50 километров вглубь России, вглубь Беларуси. Точно так же и российская сторона. Работала так же и российская военная разведка, они прекрасно видели, понимали, но неправильно оценили масштаб угрозы. То есть, скорее всего, было пояснение такое. Украинцы боятся российского наступления Сумской области, поэтому они тут накапливаются для гипотетического наступления Российской Федерации. Российская Федерация, я предполагаю, размышлял таким образом, но мы, в принципе, не планируем тут наступать, но если украинцы собрались и вот тут так боятся, то пускай дело, то мы тут будем на востоке Украины долбать Торецк, долбать Нью-Йорк, что там, Часовьяк, Покровск и так далее, и так далее. И, скорее всего, не было уверенности. Никто не верил, что Украина попробует наступать регулярно в Курску область. Да, РДК похулиганить, пошалить там день-два, другой, может быть, неделю, но регуляры, да, ну нет, ну что вы рассказываете, смогли. Ну, опять же-таки, многие говорят, и мы с тобой понимаем, что это так оно и есть, оно так всегда было, противодействие и противоречие, война между ФСами и между армейцами, она была, есть и всегда будет. В связи с этой есть две немножко конспирологические теории, так на полшушечки, о том, что на самом деле, во-первых, ФСБ через пограничную разведку видела, что происходит, но не посчитали нужным в рамках вот этой межредовой борьбы сообщить армейцам, какой песец подкрадывается к ним. С другой стороны, что точно так же армейцы ждали и видели, что происходит, но не посчитали нужным реагировать из-за своей борьбы с ФСами, из-за того, что ФСы творят там, типа с генералами в Министерстве обороны и так далее. Смотри, по практике, как я вот, как в своё время работал, ну, я знаю, как работали наши организации, докладывают обо всём. Вот низовые сотрудники, у них задача какая? Такой-то вариант прокукарекать как можно громче, чтобы тебе потом не пришли проблемы. То есть, если ты написал, то ок, всё нормально. Там уже наверху пусть разбираются. Я думаю, ситуация была следующая. Все видели, все прокукарекали, все написали свои репорты, рапорты, докладные, они пошли наверх. Но вот дальше вопрос. Либо кто-то на себе это саккумулировал и сказал, это всё ерунда, выбрасывайте, я на доклад с этим не пойду. Правило какое? Если даже завтра будет конец света, то текст должен уместиться на полтора листа, четыре, один и следующая половиночка. Всё. Ну и желательно, ну и желательно, как правило, сопровождается предложением. Что делать дальше? Выводы и предложения. Я предположил, что возможно Путину доложили, сказали, что там формируется, но там следов подготовки к наступлению нету, не настроиться, не нацелиться, не решаться. Поэтому считаем, что это всё лажа. Я думаю, что мог быть вот такой второй вариант. Что Путин видел, но ему сказали, что там забейте, это всё ерунда. И вот так он проморгал. Ну то есть в то, что кто-то из них пытался подставить другого, я имею в виду наверху, не низовые. Не низовые, понятное дело, что они что вижу, то поют. И передают наверх всё. А вот наверху кто-то из них подставил другого, ты не веришь. А вот теперь смотри, какая штука может быть. Не то, что может быть. Как культивируется система докладов в Советском Союзе, в Российской Федерации. Если вот как это Сталин делает, Путин перенимает эти все манеры, он перенял на себя это давно. Собираются все доклады со всех разных разведывательных органов и ищется, что, а кто, например, там какая-то ситуация. И все, в принципе, об этом плюс-минус сообщают. А если один орган об этом не сообщил, значит, он хочет подставить, значит, а, либо подставить, либо некомпетентен. То есть, в принципе, два момента, по которым можно убирать человека. Поэтому все стараются доложить, но, скорее всего, мне кажется, была аннотация, что там это всё, типа, украинцы боятся наступления в Сумскую область, поэтому продолжаем наблюдение. Понятно. Постановка Дюмина над Бортниковым. А насколько он будет человеком, который принимает решения, или он будет чистым комиссаром? Помнишь, когда там Сталин отправлял Мехельса, не помню как, вот, блин, вспомню, потом скажу, да, чувака, который там рядом с командующими фронтами рассказывал им, как им надо воевать. А Дюмин, он что? Он просто сидит, сижу, смотрю и докладываю время от времени Владимира Владимировича, или он будет лезть? Я думаю, это какой-то какой-то себе красный директор, такой по партийной линии, который будет наблюдать за всем и докладывать непосредственно, что происходит Путину. Я понимаю, что недоверие есть военным, недоверие ФСБшникам, а вот этот вот человек, он призван, ну, быть таким себе арбитром. Не арбитром, а около государева. Что он скажет, так ситуация будет восприниматься. Если Дюмин скажет, что Бортиков красавчик, а Шойгу, не Шойгу, господи, Герасимов идиот, то так Путин и будет воспринимать на совещаниях. И наоборот, от Путина, Дюмина, будут идти указания. Это делайте, это не делайте, сюда рыбу заворачивайте, и в случае успеха, соответственно, он будет на военных. А в случае успеха, это благодаря чему. Если девушка красивая и в постели хороша, то это личная заслуга Леонида Ильича. Вот это вот такая вот будет история. Вспомнил, Мехлис. Помнишь, был такой Мехлис, который рассказывал всем, включая Жукову, как им нужно воевать, и там вплоть до того, что Жуков просил Сталина лично убрать Мехлиса, потому что он мешает, он только мешает воевать. Никакой ответственности у него нет. Он говорит, рассказывает, но в случае чего умыл руки, взял чемоданчик и уехал домой. Насколько я понимаю, сейчас, по твоим же словам, присутствует Дюмина в штабе КТО, личная лояльность становится практически жизненно необходимой для того, чтобы человек получал какие-то должности. Личная лояльность Путина. Опять же таки, Путин отправляет и делает ставку только на тех, кому он лично может доверять. Да. Мы с тобой много раз говорили в прошлом. Вспомни, пожалуйста, в Российской Федерации не снимают за профнепригодность. Снимают за нелояльность. Генерал Иван Попов, командующий Т-58 армии, его сняли за нелояльность, за то, что он там что-то позволил себе говорить. А Евгения Пригожина убрали за нелояльность. Вспомни, идиоты генерала Лапина, сколько раз он косячил, и каждый раз его возвращают снова и снова на место. Сергей Шойгу, сколько он косячил, он непотопляемый. Ну, по крайней мере, до сейчас эта конструкция остаётся на плаву. Если ты лоялен в доску, ну, ты идёт, то ты остаёшься на должности. Если ты супер, всем пядей во лбу, но ты хоть немножко не лоялен, ты отравишься, машина переедет в поле, в чистом, ты упадёшь, и с первого этажа, из окна выпадешь, и разобьёшься насмерть. Тема лояльности может быть продолжена в разговоре про того же Лапина, которого ты упомянул. Лапин же вот в очередной раз, он же являлся командующим вот именно этой группы прикрытия границы, да, вот он виноват, ну, по большому счёту, в том, что произошло. Но, так как он абсолютно лоялен Герасимову, то он останется при своих. Но, а, вот, 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 хорошо, подожди секунду. А Герасимов, насколько он сейчас лоялен, насколько над ним нависла угроза, да, все говорят, и вредпатриоты требуют в интернетах своих сажать генералов, виновных за прорывы СЛУ на пуске. Хорошо, окей, эта риторика есть, мы её принимаем к сведению. Но, с другой стороны, Герасимову есть чем крыть. Он продавливает украинскую оборону на Востоке. Ну, то есть, на это надо признать. К сожалению, оборона продавливается. Да, есть залёт, огромный залёт, прорыв Курской области, но и продвижение есть. Постоянное продвижение есть. Да, есть недоверие Герасимову, что он там где-то завышает, цифры завирает, но он делает свою работу. Он делает свою работу, он умудряется как-то продавливать украинскую оборону. Поэтому, я тут думаю, это вот всё сбалансировано. То есть, его реальность, его там, какие-то навыки. Вспомни, пожалуйста, Семарин снова за лояльностью. Рамзан Донкадыров на кибертраке. Человек тупой в доску, но он точно так же лоялен в доску, по крайней мере, на виду. Фронтально он полностью лоялен, и он всё на месте. Сколько там ищут уже этих кадыровских военных, наши военные, не могут их найти. А Аптил Аладдинов уже две недели, прошу прощения, рассказывает, как он локализировал, захватил, отбил. Такой себе, генерал Аладдин. Ну, нет ничего, всё нормально, никаких претензий к ним не выдвигается. А если всё-таки претензии к Герасимову будут выдвинуты? Это же на самом деле получится вилка, если его сейчас снимать. Ему же не будут выдвигать обвинения в коррупции. Ну, то есть, вот, тогда это же совершенно понятно. А мы не знаем, а мы не знаем. Смотри, какой нюанс в российской армии. Настолько цинично, я уверен, что медики, научные деятели потом со временем будут изучать этот процесс, то, что происходит сейчас в российской армии. Почему? Почему? Это настолько цинично, я уверен, что даже итальянская мафия не так цинично работала, там, не знаю, с теми людьми, которые предали их. Вот это вот поперечная вендетта, жуткая поперечная вендетта, когда не мстили напрямую человеку, который прострафился, а убивали его родных, близких. Хотя, в принципе, это похоже. Поперечная вендетта Шойгу, он остался неуязвимым. Это как, представь себе, кораблекрушение в океане, все там тонут одного, высмокивают, ставят на корабль и заставляют смотреть на его команду, которую медленно пожирают акулы. То есть, он в безопасности, он накормлен, он напоен, он при должности, он уничистый костюмчик, но он своими глазами видит, как доедает всю его команду, с которой он работал минимум 10 лет. Всех. Генерал армии, все равно. Какой Российской Федерации, все равно. Их медленно, наверное, доедают. А он остается на мостике вместе с капитаном. И капитан следит за ним, насколько лояльным будет Шойгу дальше. То есть, это настолько цинично, настолько вот филигранно, виртуозно, с негативным окрасом, такой, психологическое давление. Я думаю, мне кажется, у Шойгу должна крыша уехать от этого. Ну, он старик крепкий, думаю, психика у него выдержанная, настойная на тувинских грибах, там, каких-то еще чем-то. О, тувинских. На южных рассолах, да, еловый отвар. А тут другой вопрос. Если Герасимова посадят, если Герасимова арестуют или даже снимут с должности, ну, это же станет секрет Полишинеля. За что? Какими бы ни, какими бы ни было обвинения, это будет свидетельство того, что прорыв в СУ стал очень болезненным для РФ. И что все идет не по плану. Как Герасимов в должности, все идет по плану. Можно об этом говорить, по крайней мере. Человек, который начинал, он продолжает этим руководить, значит, он знает все планы. Ну, тут претензии не выдвигаются и ФСБ, пограничной службы. То есть, ну, они что, должны были что-то сделать? Росгвардия, ау, Виктор Золотов, а где вы? Вам же после недопутчивей Евгении Прикоженко разрешили иметь на вооружение тяжелую технику. Где вы разбудите? И нету разгвардейцев, они потерялись. Но я думаю, что большая проблема для Путина, будет экстремально компетентным и даже так, экстремально лояльным, плюс, конечно, хотелось бы, компетентности, чтобы он не развернул танки в направлении какой-то Спасской башни, там, Василия Блаженного, собор или Красную площадь. По мавзолею, чтобы не шарахнул лишний раз. Где гарантии? Гарантии 0,0. Окей, хорошо. Почему русские, еще одна больная тема для российского общества, почему русские первое запросили и заговорили об обмене пленных? Это впервые такая история, действительно есть. Полного ответа на этот вопрос у нас сейчас нет. Мы можем с тобой, для твоей аудитории, уважаемые, проанализировать, попробовать попредполагать. Еще раз, не навязывая свое мнение, но давайте кусками, и пускай твои зрители, уважаемые, сами себе выбирают, что им больше ближе. Итак, у нас в плену, ориентировочно, приблизительно, называются-таки цифры, от тысячи до двух с половиной тысяч личного состава российской армии вот за это время все курской операции. Мы не знаем, ровно тысяча или две с половиной, ну где-то вот в таком коридоре. Российская сторона говорит, впервые за все время войны, давайте срочно меняться. Итак, вопрос, меняться на кого? Вас интересуют срочники, может, только срочники интересуют, потому что в российском обществе есть такой накал, что срочники, там снова мамаши, орка-мамаши начали восставать, и вот как так, их отправляют, то есть общество начинает бурлить на эту тему. Может только срочников? Может быть, логично, логично. А может быть какая-то другая группа? А кто там есть? Есть ФСБшники, ФСы. А, точно, пограничник, это же ФСы. Может, бортников педалируют, что нужно скорее их забрать, а может там среди них есть еще и оперативные сотрудники, ФСБшники. спецура какая-то, альфа-вымпел, которые имеют данные, ну все, в целом все ФСБшники, о российской агентуре на территории куэдой, господи, Сумской области, там 40-50 километров. А, может быть они? Могут быть и они. Третий вариант, кадыровцы. Могут быть, могут быть. Да, там, с легкой подачи наших отдельных уважаемых журналистов был такой вот момент, такой вот стикер к этим кадыровцам, что их меняют в первую очередь. Хотя документальное подтверждение я никогда не видел и не слышал, что их меняют в первую очередь. Наши военные наоборот смеялись, что кадыровцев не успевают менять. Я не знаю, что они имели в виду, но не успеваем их менять. И то ли не попадаются к нам в плен, но как-то вот так они смеялись. Итак, у нас есть срочники, ФСБшники, кадыровцы, а может быть все вместе, может быть все эти категории, может быть всех на всех. И тут вопрос, как менять. То есть понятно, что у наших, мы хотим повернуть всех своих ребят. Но эта война, к сожалению, там в плену наших больше, чем у нас есть сейчас. И мы хотим сначала вернуть там отдельную категорию ребят, потом других, вторых, третьих. То есть, ну это системность какая-то. Захочет ли Российская Федерация менять этих наших ребят, например, из Азова? Вопрос. Вопрос торгов. Насколько сильно россияне хотят забрать своих, настолько быстрее мы можем забрать своих из российского плена? Ну да, и опять же таки вопрос ценностей, потому что я тоже слышал про кадыровцев, ну и ты же видел флешмоб, который устроили наши солдаты, которые я беру, да, когда они пленные, пленные, так сказать, участвуют в этом флешмобе и просят поменять их именно на азовцев. Я думаю, это достаточно неплохая медийная штука, которая тоже, в конце концов, может сработать. Да, да, да. Главное, чтобы захотели. Главное, чтобы захотели, да. Ну это, опять же таки, это наш вопрос. Наш вопрос, в том числе и на этих переговорах. А если говорить о переговорах, которые будут дальше, потом, да, не сейчас, но через какое-то время, встает вопрос о том, что мы там можем обменять эти территории, но встает еще и вопрос о атомных станциях. Потому что одной из идей, которые были, озвучивались в начале Курской операции, было то, что они контролируют нашу Запорожскую станцию, а мы будем контролировать их Курскую станцию. Что ты думаешь, вот на данный момент, насколько, по-твоему, эта цель есть, насколько это реально, и может ли действительно обмен атомными станциями стать одним из этапов переговоров? Ну давай так, окей, если мы говорим за атомную станцию, сидя на диване в Киеве, во Львове или где-то в Лос-Анджелесе, конечно, это звучит как, ну конечно, давайте вот мы сейчас тут, Курскую захватываем, а потом говорим россиянам баш на баш, и вот меняемся, и все, чики-пика классно. Но давай так, давай вот рационально, логично размышлять. Мы хотим заниматься ядерным террористом? Терроризмом? Не хотим. Если мы попробуем, вот представляем себе картину, вот представляем картину, Курская атомная электростанция, наш танк, или страйкер, или танк, леопард, начинает ломать забор Курской атомной электростанции, заезжает на территорию. Россияне это все сфотографируют, снимают. Что начинается? Международное агентство по атомной энергетике во главе с господином Гросси заявляет категорический протест. Протест, потому что нарушение, режима, безопасность, атомный объект. Россияне это делают, мы понимаем, они тоже поднимают кипиш на эту тему. ООН, я уверен, тоже соберется с экстренным заседанием, осуждением. Мы рискуем лишиться, или как минимум приостановления, получить поддержки со стороны наших западных друзей, что мы там перешли какую-то красную линию. Мы рискуем настроить против себя большое количество стран, прессы, политиков, которые еще занимают где-то такую нейтральную позицию. Дальше, вот такие, предполагаем, мы заехали, страйкеры, леопарды, навели пушки на админздание Курской станции. Что дальше? Наши военные заходят с автоматами туда, берут на прицел персонал Курской атомной электростанции и говорят там, Арбайтен, продолжай работать, берем их в заложники? Нет, я не хочу, чтобы наши военные брали в заложники гражданский персонал российской атомной электростанции. Или мы что делаем? Всех выгоняем, запускаем туда свой персонал атомной электростанции. Но, еще раз я говорю, я не являюсь специалистом в этой энергетике, ну, в атомной энергетике, но опыт моего общения с сотрудниками украинских атомных объектов говорит следующее, они говорят так, когда развалился Совок, мы разошлись в векторах развития атомной энергетики. У россиян там постсоветская какая-то, а мы там уже западная, западная тупля, какие-то западные стандарты. И вот даже когда приезжали россияне, приехали специалисты Росатома на Запорожскую АЭС, им потребовалось огромное количество времени, чтобы как-то там понять, как оно работает, куда переключить работу этой станции на свои какие-то мощности, обеспечивать электроэнергии, свои потребности. Мы что делаем? Мы что, привозим свой персонал, который не знает, как работать с этим объектом. Мы что, будем обеспечивать работу этого объекта, чтобы он питал электроэнергии Курск, или будем выключать. Насколько я знаю, такого одного рубильника нету, чтобы как выходишь из, там, гаси всех, да, вот там, в рубильник, ты погасил электроэнергию. Это ядерное топливо, это производство электроэнергии, это какие-то частоты, это вот огромнейший пульт, этот огромный. Мы несем ответственность за любую нештатную ситуацию на этом объекте. Я не хочу, чтобы Украина брала на себя ответственность за этот, извини, геморройный объект, зачем он нам нужен вообще? То есть, остановить электроснабжение города Курска, окей, выглядит, как говорит Олег Тиньков, сомнительно, но окей, для этого нужно захватывать всю атомную электростанцию. Я, честно говоря, ставлю под большой вопрос целесообразность этой вот операции. Плюс 60 километров от границы, плюс логистика до этой станции, да, и возможность перебить эту логистику, окружить те части, которые будут находиться там. Ну, короче, согласен, подписываюсь под каждым словом, но вопрос самый главный, наверное, сейчас. Если мы говорим о том, что один из, снова-таки, одна из причин, по которым началась операция в Курской области, это обмен территорий баш на баш. Насколько ты веришь в то, что Путин, в принципе, готов будет пойти на такой обмен территории? Пока что выглядит, что для него наступление на Донбассе важнее обороны Курска? Так, смотри, в чем история. Каждое свое выступление Путин, его Халуи начинает, на тему мирных переговоров начинается с какой фразы? С учетом текущих реалий на земле. Я так понимаю, что господин Зеленский услышал это буквально и сказал, окей, текущие реалии на земле, бросай микрофон, берем Курск, тоже текущие реалии на земле. С учетом этих реалий. Понятно, что Российской Федерации это не понравилось вообще. Какую-либо историю с мирными переговорами они говорят, этот трек поставлен на паузу, пока вот Украина делает то, что она делает. Теоретически поменять территорию возможно. С одной стороны, Путин этого не хочет, потому что признается его слабость таким образом. С другой стороны, логически рассуждаем, это настолько маленькая территория сейчас захвачена, это даже не полпроцента территории Российской Федерации. Это настолько мало. Там нет каких-то больших промышленных объектов, не знаю, какого-то металлургического предприятия, но это такая маленькая иголка в задницу у Путина, которая постоянно свербит, болит, колет, гниет, которая вызывает постоянное брожение в российском обществе, что как так Курск, мы потеряли. Вспомни немецких генералов, которые в онлайне обсуждают. Это вообще да. Это вообще что-то было невероятнейшее. Правильно, наложенный фильтр и музычка полностью меняют смысл и эффект происходящего. Абсолютно верно. Поэтому я уверен, что вопросы о обмене скорее всего вылезут, потому что первая задача какая? Выбить украинцев и ни о каком обмене не говорить. А если не получится, то придется говорить. Тогда вопрос мягко говоря неоднозначный, но достаточно важный с точки зрения будущего. Причем будущего не ближайшего, а будущего далекого. Как ты думаешь, что для у нас, для украинцев важнее и выгоднее сейчас? Выставить эти территории на обмен или же на этих территориях поспособствовать созданию некоего другого российского государства? А кто его возглавит? Руками современной вооруженной российской оппозиции альтернативная путинская система власти на территории России. У вас есть полторы тысячи квадратных километров, будет там две тысячи квадратных километров. Строите свою прекрасную Россию будущего. Вот она. Показывайте альтернативу. Конструкция звучит классно. Здорово. Какой-то кунр, бынр, что-то в этом духе прижатый Яшин, не знаю, Карамурза, вот начинает премьер, вице-премьер начинает строить эту историю. Кто финансирует будет все это удовольствие? За чей счет банкет? У Украины лишних денег финансировать это все банально нет. Страны Запада будут ли они давать деньги на поддерживание этого правительства, скажем так, какого-то там какого-то отдельного образования? Поддержат ли они вообще эту идею? Потому что для этого нужны деньги, для этого нужны люди, которые будут там проживать. Что делать с этими людьми? Сейчас Украина делает какой момент? Она постарается этих людей вывести с этих территорий. Зачем? Первое, гуманитарные соображения, потому что снабжение, разбиты дороги, военные действия идут. Второе, цели безопасности. Потому что эти люди гипотетически могут направлять, координировать российские удары. Вот мы видим украинские военные проезжают по Суджи, удар, диверсанты какие-то. Нам это не надо. Поэтому этих людей сейчас выселяют. Территория становится стерильнее для боевых действий. То есть не надо бегать над гражданским, водичку им, печенье, вывезти их, полечить. Их просто вывезут на территорию Сумской области, а потом разрешат выезжать в Российскую Федерацию, если, конечно, будет коридор. И опять же есть вопрос. За счет чего? Как жить, когда идут боевые действия? Россия пытается выбить, гражданские там не могут находиться, деньги, бюджет. За счет чего? То есть это будут донаты со стороны западных стран. Мы видим, как они уже устают постепенно давать Украине финансовую помощь безвозмездно. То есть я думаю, что пока эта идея не взлетает. Может быть, если не удастся, мы верим Российской Федерации выбить Украину с этой территорией, то в теории можно, конечно, отдать Кунеру. Занимайтесь, сделайте, что хотите, люди, приезжайте. Такое может быть. Посмотрим, конечно. Тем более, если Путин не захочет, условно говоря, меняться на эти территории, а будет делать вид, что я не я и рожа не моя, то, собственно говоря, тогда, окей, нет проблем. Мы не будем долго оккупировать эту территорию, поэтому пусть управление этими территориями берут в свои руки сами россияне. С тому милицию создают какие-то сухонские разделения. Спасибо тебе огромное. До встречи. Будем следить за тем, что происходит в Курске. Береги себя. Спасибо, удачи. Пока-пока.